С начала августа в республике вырастут пособия по уходу за ребенком до трех лет. На первого сумма увеличится до 777 рублей, на второго и последующих – 888. На ребенка-инвалида – 1000. Размер выплат прибавил более чем 7%. В Бобруйске прошел семинар по вопросам автомобильных перевозок. Главной темой обсуждения стал реестр. С 1 августа начнет формироваться база таксистов и других водителей, к которым относятся субъекты хозяйствования. До 1 ноября сведения в нее можно подать бесплатно после обязательной оплаты госпошлины. Акцент на безопасность и исключение нелегалов. Председатель Бобруйского горисполкома пообщался с молодыми специалистами Беларуси резинотехники. В центре внимания условия труда на первом рабочем месте – жилищный вопрос, поддержка юного поколения. Игорь Кисель поинтересовался, как полученные знания используют в производстве, поощряет ли руководство за эффективные внедренные инновации. В ответ начинающие сотрудники поделились впечатлениями и эмоциями. Биологически активные добавки разрешили продавать в магазинах, но только в специальных отделах. Также снимается запрет с реализации БАДов онлайн, однако продавцу нужно соблюсти требования по продаже и хранению. Ранее приобрести их белорусы могли только в аптеках. В Беларуси в 34 курортных зонах ограничено купание. Специалисты проверили более 400 пляжей и исследовали свыше 1000 проб воды. Полный список мест обновляется регулярно и доступен для просмотра на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова